США это апофеоз индустриального общества, а в то самое постиндустриальное общество еще надо зайти. В 2002 году американцы объявили магистральный путь, как туда заходить. Называется это NBIG конвергенция, нано, био, инфо, когнито, значит, конвергенция это в одно. Соединим в одно, что? Неживую природу на атомарном уровне, живую природу на молекулярном уровне. Все это по модели того, как работает мозг человеческий, когнито и на матрице информационных технологий. Вот эти все ваши гаджеты, все это вот, вот на этой матрице, всю вот эту, значит, соединим нано, био, с когнито. И что получим? И получим трансгуманизм. Так прямо называется трансгуманизм. Мы с вами еще в гуманизме живем, еще тут какие-то человеческие чувства есть, значит, что-то такое, значит, душа какая-то. Вот. А трансгуманизм это сверхчеловече. Это то, что за границей, который должен вот этим, собственно говоря, значит, эти скрепы, это индустриальное общество поломать. И этот ледокол, это китайцы. Почему? Потому что они вообще не из этой цивилизации, в которой живут вот те, которые индустриальное общество придумало. Это библейская цивилизация, она там, значит, где-то там Вавилон, дальше там Египет, Рим, Греция, там Мекка, в конце концов. Вот. А китайцы? А это совсем другая цивилизация. Они смотрят на, значит, библейскую цивилизацию, как на окраину. Сами они живут в центре, у них так и называется. Джунго это серединное государство, пуп земли, а все остальное это окраина. Они средоточие культуры, а все вокруг это дикость. Почему? Потому что они неправильно живут. Они бегают там за какими-то деньгами, они там чего-то там, значит, друг друга отталкивают, чего-то, значит, там захватывают. А надо жить где? Надо жить в гармонии с природой, в гармонии мира, с космосом. Они это вот на окраине. Белые обезьяны. Черные обезьяны вообще, там о них и говорить нечего. Значит, это белые обезьяны. Почему белые обезьяны? Ну как же, у них, значит, везде, во всех учебниках написано, Дарвин какой-то им там все рассказал, что они произошли от обезьян. Так прям в школе и учат. Ну вот, китайцы-то они произошли от инопланетян. Там, значит, спускались с неба, там, желтый император, культурный герой, фусинь, и ва, там, всякие прочие. Они там все им принесли. Они произошли от инопланетян. А белые обезьяны, они вот там, значит, Дарвин, там все сказал через учебник, они от обезьян. Вот поэтому они дикость, дикость. Они не знают, что такое, значит, гармония, гармония мира. Ну вот, значит, и тут, а они живут, китайцы, они знают циклы. А что такое космос? Космос – это не прогресс, это не от начала до конца. Космос – это вращательные движения. Что в космосе, там, орбиты, да, что там в космосе, траектории, там нет прямых линий. Вот, поэтому в космосе гармония, а на Земле, вот, борьба противоположностей, Маркс, все, там, Гегель, все, борьба противоположностей. Там что еще? Добро и зло. Вот, добро со злом. Значит, у китайцев эта этика добра и зла, она откуда взялась там? Ну вот ее там, значит, какие-то, значит, религии, значит, вытащили эту. А у китайцев нет этой этики добра и зла, нету. Они живут в этике, в конфуцианской этике, конфуцианская этика – это этика семьи. А в семье там нет добра и зла, в семье и старшая, и младшая. В семье есть дедушки, бабушки, братья и сестры. Вот в этой этике они и живут. А белобезьяны, они живут, борьба, зло, там, значит, должно быть повернуто. Кто за добро? Потом выяснилось, что мы за добро, и вы за добро. Вы зло? Так нет, не вы зло, вот вы зло. И, значит, все это, вот, война всех против. Субтитры создавал DimaTorzok